Для многих работников культуры их профессия – это образ жизни, и Татьяна Васляева – не исключение. Она библиотекарь с 27-летним стажем и уже не представляет свою жизнь без книг. Библиотека для неё – это место, где отдыхает душа. Я, можно сказать, попала сюда совершенно случайно, потому что в школе, несмотря на то, что я очень любила читать, я не рассматривала вообще варианты какого-то гуманитарного образования. Но поступать в технический вуз Татьяна не стала, да и дома сидеть не хотелось. И встал вопрос о том, чем девушка займётся в будущем. И я попадаю в детскую библиотеку, тогда она ещё находилась под башней, старое здание детской библиотеки. И несмотря на то, что тогда там шёл ремонт, и, конечно, я не занималась той работой, которой я занимаюсь сейчас, но я просто влюбилась, по сути дела, в детскую библиотеку, я поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Спустя некоторое время Татьяна поступает в Университет культуры на библиотекаря, а уже сегодня она заведующая отделом методикой инвестиционной деятельности. И её работу оценили на достаточно высоком уровне. За вклад в развитие культуры нашего города Татьяне Васляевой вручили благодарственное письмо от областного законодательного собрания. Работникам культмассового сектора дома молодёжи отдыхать тоже не приходится. На протяжении 12 лет Надежда Дёркина активно занимается организаторской деятельностью, проводит различные мероприятия не только для взрослых, но и для малышей. И каждый раз, готовясь к праздникам, она тратит немало времени на то, чтобы придумать интересные и креативные сценарии. Буквально бывает, что на поиски этой именно идеи уходит больше времени, ну а потом остаётся только воплотить. И когда нашёл эту идею, то уже становится легко, и как-то идёшь вперёд. Решение о том, что её жизнь точно должна быть связана с работой в сфере культуры, Надежда приняла ещё в школе. Тогда она была активной участницей многих мероприятий, концертов, КВН, танцевальных фестивалей и других. Именно это и послужило поводом поступить в Саранский колледж культуры на режиссёра театрализованных представлений. И уже сегодня Надежда не представляет свою жизнь без сцены. Работать в культуре – это значит жить. Жить этой жизнью каждый день. С радостью идти на работу, с радостью общаться с людьми и с новыми узнавать что-то новое. Редакция нашего канала поздравляет всех работников культуры с профессиональным праздником. Желаем творческого вдохновения, полёта мыслей и фантазий, успешной реализации новых проектов. Ирина Ушигородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok